Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1095. События дня. Псалом 114. Первый стих. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое за 15 декабря 2018 года. Как всегда, объявление считайте, задерживайтесь. Вот поминки как идут. Добрый день, КВ пишет. Скажите, насколько я понимаю, согласно православным писаниям святых отцов, Антихрист придет от колена Данова, а согласно Торре и Ветхого Завета, Бытие 49.10, Мессия будет из колена Иудина. Значит, иудейский Машиах и Антихрист – это два совершенно разных лица? Я отвечаю, это одно и то же лицо. На иудеи будут обмануты. Он будет из колена Данова, напишет в своем паспорте, что он из колена Иудина. Он во всем постарается подражать Иисусу Христу. Но во всем будет обман. Родиться не от девы, а от блудницы в шестом колене, а от разврата. Есть фильм о том. И назван фильмом почему-то Александром. Или уязвимость нынешних Александров этим змеем чаще других. Валентина. Я также прежде знала и верила, что Иисус воскрес. Но о спасительной жертве Иисуса Христа мне восповестил Игнатий Тихонович через ролик «Беседа с мусульманкой». «Слава Христу!» «И мне тоже через видео Иглы о благовестии мусульманам Самиры пришло понимание любви, оцененного. Слава ему!» «Эти слова Иглы я повторяю при благовестии. Всем подряд. Эти слова самые логичные, причинно-следственные слова, основанные на Новом Завете. «Ведь все мы умираем. И маленькие дети тоже. Потому что мы наказаны за то стремление ко греху, которое в нас во всех сидит. И никто из людей не может понести за меня отлучение от него, так как каждый должен понести наказание за свой грех». «Валентина. Однозначно и просто. О радостной вести не скажешь. Это нужно долго долбить и подходить со всех сторон, как это делал Игнатий Тихонович в выжесказанном ролике». «Роман. Вы не правы. В том ролике Самир и ее подруга прерывали иглу, не давали ему сказать цепочку слов, которые уже были заготовлены им. Поэтому складывается впечатление, что он якобы отвечает на их вопросы. Если внимательно смотреть и слушать, то видно и слышно, что он сам задает вопросы и сам на них отвечает». «Наталья, это мой самый любимый ролик с Самирой. Наверное, ИТ недооценивает этот ролик-то. Он не простой. И для православных батюшек и епископов, не только для язычников. А я все поняла сразу при чтении Евангелия мне о жертве Христа. Никто не говорил на тот момент при чтении Евангелия от Луки о распятии. И как Петр отрекся три раза у меня и вспыхнуло покаяние. И я прозрела, и как плотно полотно с глаз. А в Евангелии от Иоанна я поняла, что Христос и есть Бог от начала сущий. «Слава Иисусу Христу за дивную и чудную милость к нам, грешным. Живой Бог, который слышит все и знает прежде зачатия. А я и не знала, что все судьбы людей в руке Господа. На занятиях по откровению, когда услышала, обрадовалась. Этот ролик много раз пересматриваю. Он мне помог донести на мусульман правильно жертву Христа. Роман, я благовествую и такой же логической цепочке предложений. Все очень быстро говорю, если не прерывает меня. Даю ему книгу, и все, и отхожу от человека. Ксения, Роман, а чем ваше благовествие отличается от проповеди? Роман, слова разные. Ксения, с солью? Послание к Колоссинам святого апостола Павла, глава 4, 6 стих. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Наталья. Роман, из ваших роликов о благовестии даже 2% из ролика беседы с Самирой не услышала. Вы любите спорить и встревать в споры, от которых только пустая трата времени. Роман. Благовестие, благовесть, новость. Например, вы представляете, оказывается, у меня, и у вас у всех есть возможность избежать вечного бездействия нового ада. Что такое бездействие, но непонятно. И далее рассказ о том, как обрести эту возможность, то есть рассказ о радостной новости. А именно о том, что эту возможность мы можем получить только благодаря крестной смерти Иисуса Христа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Почему? Следом рассказ, подобно рассказу Иглы Самири. Все мы умираем и должны быть навсегда отлучены от святого. Хвала ему. Это наказание нам за нашу расположенность ко греху. А проповедь – это рассказ о том, что мы неправильно живем. А правильно это так, как жил Иисус Христос. Слава ему. Апостолы и первые христианские общины – благодарение им. И рассказ о том, что сейчас тоже возможно так же жить на своем примере или на примере современной общины. Роман. Сделайте лучше меня. Ксения. А вот что Исаия говорит. Книга пророка Исаия. Дух Господа Бога на мне. И Господь помазал меня благовестовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Роман. Да, я об этом же, а то я радостной вести говорю. А исцеляться или нет, зависит от расположенности моих собеседников в этот момент, полюбить его. Ксения. Тогда чем Ваше благовестие отличается от моего или других участников этого чада? О ком Вы говорите, что не благовествует? Роман. Я не говорил. Если Ваши собеседники не приняли его по Евангелию, то это не только их вина, но и Ваша тоже. Вы недостаточно любили его в момент благовестия тоже. Об этом Игла говорил на одном из последних чтений. Это видео есть у меня на канале в Ютубе. То, что я говорю участникам чата, это же я говорю и себе тоже. Я не благовествую или мало благовествую, или недостаточно люблю Иисуса Христа, благодарение Ему. Не умоляю Его дать мне Его любовь к Нему. Я недостаточно делаю добрых дел для того, чтобы мои собеседники поверили мне, что тот, кто не должен умирать, никогда любит их до смерти крестной. Ксения. Игнать Тихонович может так говорить. У него есть плоды, которые все видят. Но покажите плоды Вашего благовестия, чтобы Ваши обличения были приняты. Роман. Еще раз повторяю. Плоды благовестия не зависят от нас полностью. Но я должен думать, что они зависят только от меня. Наталья, Святой Иоанн Затаус о самолюбии и его последствиях. Наш ролик. Проповедь как раз к нашему времени. Валентина. Очень интересную картинку выставил Сергей на комментарии романа. Посмеялась от души. А любить Бога – это значит исполнять заповеди Его. Так сказал Господь Иисус Христос. Наталья, Диакон Андрей Кураев и Игнатий Лапкин. И вот вам ролик. Наталья, вот на этот ролик я наткнулась ночью. И когда покаялась, Иисус Андрея Кураева, я услышал о Игнатии Тихоновича. Потом набрала в ленте Ютуба и Игнатий Лапкин. И вышли скайп-беседы. И у меня мысль пришла. Вот это тот, кто мне нужен и знает ответ на мой вопрос. Как спасти душу? Что надо для этого? И как с семьей и детьми? На тот момент было три раза сказано в уме, тихим голосом, значит, стойчиво. Звони. Я позвонила. На тот момент я и понятия не имела, кто такой И.Т. И что означает миссионер-проповедник. И кто такой Андрей Кураев. Я горячо молилась, чтобы Господь послал мне духовного Отца, который бы меня наставлял к пути спасению. Эта моя молитва была ночью мгновенно услышана. Это милость Божия, милосердие. Просто чудо. На канале, И.Т. В течение двух лет я столько много узнал о том, когда меня еще не было в утробе матери. Я была как новорожденный младенец. В духовном смысле. Благодарю Господа моего за великое милосердие ко мне грешное. При первой беседе я почувствовал, как будто сам Господь говорит со мною. Я даже спать не могла, но меня такой страх напал от слов, И.Т. Никогда не забуду. Далее, говорит зато другое, на Ставрополе прошел церковное судно священниками Ильей Семилетовым, которое устроило жестокое крещение ребенка, вызовавшее возмущение у пользователей интернета. Как сообщили комсомольской правде на Северном Кавказе, в пресс-службе Тегорской и Черкесской епархии, приговором Ирею было запрещено полгода носить рясу, крест и преподавать священническое благословение. Это время будет отведено для покаяния и общения с духовником. Суд отстранил Ирея за широкий общественный резонанс, который вызвал видеоролик в соцсетях-то, а также за большое смущение и соблазн, ставших следствием его действий. Теперь Семилетов определен в монастырь для послушания, где будет выполнять обязанности чтеса или алтарника. Так как службу в это время он вести не будет, и, соответственно, окажется лишён денег, его семьи окажут поддержку. У Ильи жена и трое детей, которым выделят средства комиссия помощи священникам. Напомним, Семилетов проводил обряд крещения, то есть не таинство, а обряд, и что делает, маленькой девочке в Сято-Георгиевском женском монастыре. Священнослужитель во время таинства вёл себя так необычно, что очевидцы происшедшего стали снимать на видео. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал широкий резонанс. Пользователи смутило, как яростно Ерея окунает малышку в купель, что даже вода выплёскивается на полы монастыря. Кроме того, многим показалось, что священник даже ударил ребёнка об одной купели. Это когда окунал-то? Появилось множество комментариев, в которых высказывалось мнение, что служитель храма перепутал экзорцизм и крещение. Эту информацию опроверг пресс-секретарь репархи, протеерей Михаил Самохин, который сообщил, что девочка никаких травм не получила. Её родители не жаловались на действия священнослужителя. Вот если бы я мог найти, я бы постарался найти. Вот. Это вчера где-то здесь вот у нас было. Показать дальше. Сергей Игнатов. Проповедь перед Исповедью. Такой я не слышал нигде в наших храмах. А в некоторых священниках даже молитву не считает и ничего почти не спрашивает. Исповедь. Как и насколько мы веруем? Сергей Аптушенко. Сатанинское сборище нечестивых. Кавычки взяты. Архиепископ с Буковины вернул Варфоломею, греческому, приглашение на объединительный собор. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря, Свято-Вознесенского. Архиепископ Черниговской области Лонген-Жер, уже архиепископ, вернул вселенскому патриарху Варфоломею приглашение на объединительный собор и отказался в нем участвовать. Об этом сказано в его письме, которое оказалось в распоряжении страны. Страна в кавычках. В нем архиепископ называет объединительный собор собором нечестивых и сатанинским сборищем. Также он подчеркивает, что архиереи УПЦМП выступили против этого лжесобора и отказались от участия в нем. «Если вы называете себя матерью всех церквей, то почему вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание истинной православной церкви, наших братьев-сослужителей, допустили мучения и пытания священников?» пишет архиепископ Лонген. Также он осуждает снятие анафемы с Филарета. «То, что произошло на синоде в Стамбуле, шокировало весь православный мир», комментирует архиепископ. «Я возвращаю ваше приглашение на Раскольнический собор, отказываясь от участия в нем», резюмирует он. И вот здесь какое имена? Искать где-то. «Галина, спасибо, Христос Сергей Егорович, актуально». Вот, Синод РПЦЗ заявил о полной поддержке блаженнейшего митрополита Ануфрия Московской Патриархии. Ну, это, видно, Иларион, митрополит. Ну и дальше читайте, о чем, как они были. Затормозите и прочитайте. Это что, зарубежная церковь? А тут я прочитаю еще преподобный Серафима Болезнях. Вот Сергей лежит, парализованный, Козлов. А вы сами прочитайте вот здесь, что тут написано. Я не могу читать, уже сегодня уставший. Затормозите, да и прочитайте. И дальше Сергей о себе говорит. И дальше пишет «Моя история», как он прыгнул. От юности своей вел я не совсем праведную, а точнее сказать, совсем неправедную жизнь. Всегда чувствовал присутствие Ангела Божия рядом, который хранил меня от плодов жизненной моей жизнедеятельности. Вот, считайте. Однажды, разбежавшись во всю мощь, я прыгнул с обрыва в воду головой. Как делают многие молодые люди на реке? Ощутив удар одно, раздался сильный треск в ушах. Я подумал, надо выплывать, разберусь наверху. И тут же понял, мое тело меня не слушает. Медленно погружаясь на дно реки, глядя на яркую зелень и резвящихся в ней рыбок. Осознавая, что мне нужно сделать вдох, это вдох – самое важное событие в моей никчемной жизни. По рассказам, людей из воды доставали уже синий труп. Мост человека способен быть без кислорода не более пяти минут, через семь минут он умирает. В моем случае было более двадцати минут. Окружившие мое тело люди в ужасе смотрели на происходящее, и вдруг один мужчина и девушка решили рискнуть. Они отчаянно стали делать искусственное дыхание, вытряхивая из меня воду, не подозревая, что осколками шейных позвонков безвозвратно калечат мой спиной мозг. Из легких вышла вода, тело стало обретать нормальный вид, и появилось дыхание. Господь жарился надо мной и дал еще один шанс. С этим вздохом я получил новое рождение. В бессознательном состоянии меня переправили в ближайшую больницу. По дороге я выл, как дикий зверь. Врачи той лечебнице сказали, ему осталось жить пару часов. Прошла ночь. Не дождавшись смерти, меня отправили в городскую больницу. В сознание я пришел в тот момент, когда надо мной стояли два молодых доктора, сверля голову дрелью. Из их разговоров стало понятно, что шансов нет. Что со мной, с трудом спросил я, а они промолчали. Первая операция длилась семь часов. Родные моим, ожидавшим ее конца, сказали, сделали все возможное. После таких травм долго не живут, возможно, пару дней. По сути, так ведь раскололись с щепки семь шейных позвонков. И изрезали около 15 сантиметров столба спинного мозга. При этом были сильные разрывы и ушибы столба. Нет, я не виню моих спасателей, усердно оказавших мне помощь. До конца жизни буду им признателен, ведь не выбей силы и воду из легких, моим обитающим сейчас было бы самое дно преисподней. Тянулись страшные недели и месяцы. Каждый день в прямом смысле слова приходилось бороться за жизнь, наблюдая при этом, как умирали люди с подобными травмами. Спиной мозг управляет всеми процессами работы внутренних органов, а когда он поврежден, органы работают сами по себе. Была полная потеря иммунитета, отек легких, тяжелая форма, неизбиваемая температура тела 40 градусов, образование огромных камней в почках, дистрофия, пролежни, многое другое. Оказалось, что жизнь и смерть имеют равные силы, и финала их противостояния не будет. Спустя месяц я превратился в мумию. При росте 190 сантиметров вес был 30-40 килограмм. Лечащий доктор решился на повторную операцию. Вторая операция длилась также 7 часов, только почти без наркоза, так как серьезная анестезия привела бы к остановке сердца. Я чувствовал, как из раскрытой шеи выдавливал молотком и зубилом поврежденные части позвонков и заменяли их новыми, тут же вытащенными из костной ткани моего таза. За время операции зафиксировали три клинических смерти. Довелось увидеть свое тело со стороны, но приходилось на него возвращаться. А так хотелось остаться там, где нет хлопот и страданий. Но решать не мне. Была еще одна операция, еще и еще, но перемены они не принесли. Пять лет я и мастера массажа и лечебной гимнастики усердно работали над моим телом, но по перебитому кабелю не идет электричество. И я пришел к выводу, что многофункциональная кровать – это именно то место, о котором мечтал всю жизнь. С 2008 года у меня есть любимое дело, которому я посвящаю большую часть жизни, и люди, которые поддерживают меня в этом. Наша артель с названием «Житие» с Божьей помощью производит иконы, которые я пишу. На сайте «Житие.ру» можно подробно узнать о нашем ремесле и посмотреть иконы. Мудрецы говорили, что здоровье – это дар, а болезнь – дар бесценный. Разница несравнима. Ощущение душевного покоя взамен мирской суете, постоянное присутствие Господа взамен соблазна врага рода человеческого. Если бы не мучительная боль и переживание, которые 12 лет я приношу своей маме. Но мы же знаем, что Царствие Божие силой берется. И фильм о написании икон. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» – иконы пишет полностью парализованный человек. Сергей. «Спаси Христос, Отец Игнатий!» В доступной в Украине соцсети и Фейсбук стали чаще появляться твои труды, кроме тех, что рассылаю я. И, судя по отзывам, к ним уже все чаще появляется интерес. Правда, больше муссируется вопрос репрессий против нашей УПЦ, МП. Никем не поднимается вопрос о просвещении Христовом в Евангелии народа Украины, который как никогда в этом нуждается. Многие заявляют о своей поддержке УПЦ, МП, в том числе и я. Но массовое распространение среди людей учения Иисуса Христа, Господа нашего, как не было, так и нет. Очень благодарю тебя, Отец Игнатий, за твои молитвы, ибо мне, обо мне. Храни тебя и ближних, Господь. Аминь. Ну и тебя просим, Сергей. Вот, сегодня один получил Новый Завет. Первый выпуск. У нас два выпуска. Этот с черно-белыми. Гюстав Дорей, там маленько добавлено. Ну, так же, 752 страницы. Вот так. Вот Андрей. Ну и показать наше рисунок.